ЗАРУБА Жить хорошо, хорошо жить еще лучше, но как бы хорошо мы ни жили, даже при самом хорошем раскладе жить вечно не получится. Похоронный бизнес является одним из самых древних и одновременно самых прибыльных. Ну разве это конкуренция? Конкуренция-то, когда люди пришли к нам, пришли в другие фирмы, посмотрели, понравилось им, заказали у нас, и мы все эти услуги без проблем оказали. Не понравилось, не пошли в другой фирме, вот как я раньше говорила, в одной то заказали, в другой то. У нас просто нет рынка. На миллионный город три, четыре, простите, фирмы – это не рынок. Все территории, отведенные для захоронений, как были, так и до сих пор находятся в ведении муниципалитета. Когда речь идет о кладбищах, в первую очередь имеются в виду, разумеется, услуги, связанные с похоронами. Транспортировка тела умершего в морг, доставка пустого гроба на адрес либо в морг, поднятие пустого гроба, перекладывание тела, доставка гроба с телом на адрес, вынос гроба с телом умершего, из помещения морга, из помещения морга с заездом на адрес, поднятие гроба с телом умершего на этаж, доставка выносной бригады, пронос. У нас еще оказывается услуга нашей фирмы – это транспортировка гробом с телом умершего за город. Начиная от выезда агента на дом и заканчивая установлением надробным сооружением. На территории Красноярска 10 кладбищ. Два из них являются открытыми. Самое крупное на территории Красноярска – это кладбище Бодолык. Кстати, оно является одним из самых крупных в России. Услуги в похоронном деле зависят от двух факторов. Первый – от заслуг умершего, например, хоронить его или нет на Аллее Славы. Второй – от толщины кошелька близких. Приобрести сосновый гроб или, например, измореного дуба. Мы работаем под заказ. У нас фотографии есть. Они, может быть, нечеткую картину дают, но у всех есть воображение. Имеется вся материальная база. У нас свой столярный цех, свой каменотесный цех, свой цветочный цех. То есть мы полностью автономно можем обеспечивать себя продукцией. Что делать, если изделие все-таки частично разрушилось? Такое тоже возможно, в принципе? Если мы устанавливали памятники, и памятник был у нас приобретен, независимо, год-два, мы или ставим новые памятники, или проводим работы, реставрационные работы. Если случается там гроб или еще какой-то момент, если клиент требует компенсацию, мы отдаем деньги. Не дай бог, если такое случится, я не представляю, что делать в таком случае. Два гроба возить не будешь в любом случае. Вопрос несколько необычный, но тем не менее, как оценить критерии качества именно в ритуальном деле? Для работы в ритуальном похоронном деле есть определенные нормы сантинов. Заказчик не должен беспокоиться о том, что нет вовремя машины. Если уж пришла беда в ваш дом, не надо терять самообладание. Знайте, что обеспечение похорон гарантировано каждому. Мы только что просмотрели материал, и хотелось бы, чтобы вы дали какой-то юридический совет по этому вопросу. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации о погребении и похоронном деле, все работы, услуги по похоронам представляют неразрывный комплекс. Оформление документов, предоставление и доставка гроба, предметов, доставка тела или останков, кремация или захоронение. Есть выбор выполнить самому и получить 1200 рублей из бюджета, обратиться к доверенным лицам, коммерческим агентам, или обратиться в специализированное муниципальное предприятие, которое выполнит данные услуги. Ведь данный перечень гарантирован государством. Если же вас не устраивает качество работ, товаров или услуг, вы можете претендовать на компенсацию или их замену. Но в похоронном деле процесс необратим и важнее всего моральная сторона. Поэтому в данном случае важнее компенсация морального вреда. Она законом предусмотрена.